здравствуйте друзья здесь демитков юрий недавно отмечали праздник 8 марта и после этого праздника вот у меня осталось послевкусие какой-то ну регулярно так бывает вот я смотрю на женщин у нас в россии самый красивый в мире женщина я много поездил стран много объездил и могу точно сказать что самые красивые женщины это россия украина там белоруссия и польша вот дальше все уже но в то же время мужчины как раз наоборот ну во первых не красавцы а во вторых к сожалению очень часто ну вот так случилось по жизни что я очень тесно общался в основном с женщинами чем с мужчинами вот мне это интересней я вас милые дамы очень ценю очень уважаю и и как коллег по работе потому что на работе у меня был всегда женский коллектив мне просто ну как тут комфортнее работать всегда была женщинами и очень сказать как бы в процессе общения регулярно но вот такие откровенные скажем так беседы и я прекрасно понимаю проблемы женские и беды и смотрите но у нас женщины просто великолепные я в восторге вот во первых красавица во вторых как вам это удается я вообще не понимаю но я хорошо представляю что вот это вот вся красота она же не просто так она требует с одной стороны как бы но уход то есть это вот постоянно и так ну там косметика то есть я прекрасно это знаю постоянная значит эти ну парикмахеры маникюр сколько стоит так сказать там тоже это деньги и время потом эти всякие фитнесы потом платье одежды всякие побрякушки тоже все деньги и парфюм тоже деньги и вот все это за все это надо платить во первых потому что смотрите с другой стороны мужчины ну что такое мужчины но очень часто я вижу вот после 8 марта особенно вот я смотрю праздник-то женский да а что такое женщины но и когда вижу вот женщина тащит свое вот это вот говно на лопате вот только так можно назвать этих мужчин которые ну просто вот но не достойны вас очень часто и выбор то невелик в общем то потому что где найти мужика нормального мужика где найти который во первых руки имел бы чтобы сказать хотя бы дырку просверлили стене вот у меня есть знакомые которые вот квартиру значит все получили да она говорит слушай ну все квартиру вот получили сказать там бчо надо пойти договориться с сантехниками он говорит я не могу договариваться с сантехниками не знаю как с ними разговаривать пошли вместе то есть женщина должна идти разговаривать с сантехниками женщина должна идти разговаривать значит со строителями какими-то со штукатурами ну вообще ни в какие ворота не лезет мужик который не может вбить и гвоздь в стену не может сказать повесить женщина создает уют какой-то шторы покупают карниз он даже повесить этот карниз не может женщина берет и дрелью сверлить эту несчастную есть и такие которые дрелью сверлить бетонную стену я прекрасно знаю что такое бетонную стену сверлить скажем батарея потекла блин почему значит почему вот есть мужик вот она батарея течет да почему зовут меня юра помоги ты в этом разбираешься ну что это такое а вообще сказать ну никакие ворота не лезет и смотрите все вот это вот и при этом женщины должны быть красивыми и уход за детьми и значит и работать очень часто значит мужики еще сказать кроме того что они искать не способны сказать руками ничего сделать так они ну ладно сказать мы не способен руками заработать зарабатывай головой зарабатывая деньги чтобы ты мог нанять любых сантехников любое чего и этого нет и получается что женщинам очень часто приходится еще и самим пахать и зарабатывать но это вообще ни в какие ворота не лезет и понятно что очень многие женщины одиноки потому что но нашла себе какого-то экземплярчик а он сделал ей детей все аскать а дальше вот это вот нечто лежит на диване на хрен она нужно эти по дорогой а не пошел бы ты прочь отсюда вот поэтому потому что ну сказать зачем ей вместо одного ребенка сказать еще и это вот сказать там хрень содержать вот поэтому очень многие женщины конечно же живут вот но я-то общаюсь понимать не понимаете да возраст уже вот и конечно же шанс найти хорошего достойного мужчину сильно сокращается просто потому что мужчин на горизонте вот ну таких типа как я не так много и если уж встречается такой человек то здесь надо быть во всеоружии а чтобы быть во всеоружии надо быть конечно же во всеоружии это и маникюр и волосы уход за волосами и причесочка соответствующая и макияж и значит косметика соответствующие парфюм все это стоит денег достаточно больших и круг замыкается и вроде бы значит и здесь надо трудиться и на работе еще и и зарабатывать деньги им хочется помочь я вижу просто очень много женщин которых есть вот эти вот проблемы вот и блин девочки я вас очень люблю но вот я занят к сожалению поэтому вы все собственники поэтому вы не хотите ни с кем делиться в том числе и моя жена но чем могу тем помогу я хочу значит помочь вот всем женщинам девушкам с бизнесом вот и я очень долго занимался бизнесом бизнес это тоже всякое грязь грузчики как правило там склады вот эти вот сантехники противные электрики с которыми в общем-то не хочется общаться поэтому недавно я нашел бизнес который подходит вот именно он женский такой он во первых позволяет заработать достаточно большие деньги и и вы увидите что в этом бизнесе работают очень красивые женщины девушки и там не надо общаться ни с какими грузчиками ни с какими электриками и сантехниками вот мне кажется это очень хороший вариант и в ближайшее время я сейчас готовлю видео на эту тему я его опубликую поэтому оставайтесь на моем канале я просто сейчас еще материал не полностью подготовлен я подготовлю материал я не могу сказать что это будет легкий бизнес там например да но он будет во первых приятный во вторых не требовать физических никаких то усилий вот и и там можно заработать да для этого надо что-то сделать так сказать там много чего сделать вот возможно многим придется переселить себя но оно того стоит оставайтесь на моем канале спасибо за внимание с вами был димитков юрий спасибо 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 Продолжение следует...